Всем привет, друзья! С вами интернет-магазин Strikeball Sport и сегодня мы с вами рассмотрим страйкбольный привод от компании CIMA Platinum SM098A SR25 M-Lock Black Давайте распакуем его Эта страйкбольная версия самозарядной снайперской винтовки разработана в 90-е годы на основе конструкции винтовки AR-15 Комплект поставки включает в себя зарядное устройство упрощенного типа никель-металл-гидридный аккумулятор на 1200 мАч 9,6 Вольта CQB типа пластиковый магазин бункерного типа сам привод, шомпол, шестигранник и маленький пакет шаров Привод из новой линейки фирмы CIMA Выполнен качественно Из-за точности изготовления он не имеет люфтов Цевьё с интерфейсом M-Lock Нижний и верхний ресивер выполнены из алюминия Пистолетная рукоятка реплика Magpul И приклад M-AE SLK Style из пластика повышенной прочности А дульный тормоз-компенсатор реплики CAST QD-3 Prong Flash Suppressure стальной Так как SR-25 является снайперской винтовкой Хорошо подойдет для игры марксманам на средних и дальних дистанциях Хорошо помещается в чехлах, предназначенных для снайперских винтовок Вес привода 3200 грамм Его длина 880 мм со сложным телескопическим прикладом Версия гирбокса вторая, модифицированная для SR-25 С изменением фиксации направляющей пружины Направляющая пружины быстросъемная Подшипники 8 мм Контактная группа со встроенным MOSFET Цилиндр из нержавеющей стали Шестерни типа SR-25 19 зубы с передаточным числом 18 к 1 Поршень 19 зубы с стальной гребенкой Голова цилиндра и поршни алюминиевые Длина стволика 430 мм Диаметр стволика 6,03 Для извлечения магазина на приводе установлена кнопка отмыкания магазина Нажимаем и извлекаем магазин вниз Магазин привода бункерного типа P-Mac Из пластика повышенной прочности Может вмещать в себя 500 шариков 6-ти метрового диаметра Также к приводу SM-098A подходят магазины сторонних производителей Фирм G&G, CA и родные CIMA Штатные прицельные приспособления складные Представлены перекидным складным диаптрическим целиком Flip-up 600 метровкой С регулировкой по вертикали и горизонтали А также складной мушкой Cut's Flip-up Micro Front Side с регулировкой по вертикали У основания трубы приклада имеется двухсторонняя антабка Для удобной игры как для правши, так и для левши На ней можно использовать ремни одноточного, двухточного и трехточного типа В прикладе реплики МакПул Майо СЛК Style могут удобно расположиться по бокам аккумуляторы Открываем прорезиненный тыльник и получаем к нему доступ Также на прикладе есть гнездо для быстросъемных антабок В комплекте антабки не идут Для того, чтобы снять приклад, нужно оттянуть рычаг регулировки приклада вниз И вытащить приклад из трубы Отсек под аккумулятор находится в трубе приклада и в самом прикладе Привод в базовой комплектации имеет разъем мини-томия Переводчик режимов огня правосторонний и левосторонний Имеет три положения Режим предохранителя, где заблокирован спусковой крючок Режим одиночного огня Режим автоматического огня Обратите внимание, что на боевом аналоге автоматического режима огня нету Поэтому на нижнем ресивере у переключателя огня Только два обозначения Одиночный режим и режим предохранителя За окном гильзоотвода находится регулировка камеры хоп-ап Роторного типа Отводим рукоятку заряжания Привод встает на затворную задержку И крутим колесико Регулируем степень подкрутки шара Чтобы снять затворную задержку, нажимаем на кнопку снятия затворной задержки После этого шторку можно закрыть Для установки оптических коллиматорных прицелов Привод имеет рис-планку по всей длине верхнего ресивера Переходящее на цевьё Для установки тактических рукояток, лцу, фонарей, сошек и другого навесного оборудования Привод имеет крепление стандарта М-Лок Переходник на систему рис в поставке не идёт Также по бокам цевья имеются гнёзда для быстросъёмных антабок А теперь давайте перейдём к замеру скорости полёта шара Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте Ссылка в описании под видео Спасибо за просмотр Подписывайтесь на наш канал Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в следующем видео Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok